С вами я, Михаил Шилов. Отвечу на некоторые поставленные мне вопросы для интервью. Как возникла мысль вести свой собственный блог? С чего началось? С медицины или боевых искусств? Ну, я так понимаю, что вопрос возник про блог, который я веду на Яндекс.Дзен, потому что именно там у меня есть сообщество, блог, который называется «Все о спорте, боевых искусствах и медицине». Ну, такая там, значит, обозначена тематика. Вот. Так вот, что касается, давно ли появилась такая мысль. Нет, на Яндекс.Дзен я начал работать совсем недавно, буквально работаю на Яндекс.Дзен несколько месяцев, но в плане ведения блога собственного, работа это давняя. Дело в том, что блогов у меня несколько. Когда-то на заре своей интернет-какой-то деятельности я завел свой собственный блог на Wordpress, купил хостинг и, собственно говоря, стал вести там сообщество. Самое первое сообщество называлось, не сообщество, а блог, сайт. Назывался Буду-блог. А до этого был еще сайт, который был написан на джумбле, назывался Будушин. Они на самом деле и сейчас все есть, правда, они все на Wordpress работают. Вот Буду-блог, он сохранил свою суть именно как блог. Там я выкладываю анонсы для статей, делюсь какими-то событиями, пишу отчеты, статьи, выкладываю видеоматериалы. И существует это все уже давным-давно. А Будушин еще давнее. Не так давно, лет несколько назад, лет шесть, может быть, семь назад, появилось сообщество докторшилов.ком. Это сообщество медицинской тематики. И совсем недавно, может, года три назад, появилось сообщество корректура.ру. Это сообщество о ЗОЖе, о спорте, о социальной психологии, в общем, о саморазвитии. Там даже написано такое кредо, что мы изменяем мир, изменяя и совершенствуя себя. Вот так вот амбициозно заявлено. И все статьи, которые я там пишу, они формируются вот в такой вот, как бы, блог. Так что сообщества у меня несколько. Также в социальных сетях, которые можно считать тоже разновидностью амблагосферы, у меня есть не только аккаунты личные, но и различные группы по тем же тематикам. Отдельно по медицине, отдельно по боевым искусствам, отдельно по здоровому образу жизни и так далее. Все они под теми же названиями. Корректура, Будушин, Доктор Шилов, некоторые называются явно, искусства боевые. Вот. Так что блоги я веду давно. Но вот Яндекс.Дзен это такой успешный довольно проект. Я считаю, что он заменяет абсолютно полностью и вытесняет такой проект, как ЖЖ, Живой журнал, Life Journal. Потому что Яндекс.Дзен, он более такой дружелюбный. Он подыскивает сам читателя. Соответственно, о материалах, о статьях узнает большее количество людей. Мне, собственно говоря, проект этот очень сильно понравился. Поэтому я завел в нем такое сообщество и не пожалел. В связи с этим я даже некоторые проекты свои буду закрывать. А те, которые я не закрою, буду просто делать репосты из Яндекс.Дзена. С чего все началось? С медицины или боевых искусств? Ну вот я вам сейчас ответил. Если мы говорим о блогосфере, то однозначно с боевых искусств все началось. Потому что первые сайты были связаны именно с тематикой боевых искусств и единоборств. И только с ними медицина появилась позже. Если мы говорим за жизнь, с чего моя жизнь все началась? Тоже с боевых искусств. Потому что впервые попал я в секцию бокса в 12 лет. И с тех пор не расставался с ним. Сейчас мне в 44. Значит, соответственно, вот 32 года я практикую бокс. Хотя не считаю его, там, и профильной частью своей. Профильный вид боевых искусств у меня это каратэ. Потому что им я прозанимался тоже уже не без малого, а 30 лет. Потому что начал я заниматься каратэ в 14 лет. И самые мои достижения большие и в области спорта, и в области саморазвития в искусствах боевых связаны именно с каратэ. Медицина, это уже когда настало время поступать в институт. Вот тогда, вернее, в последних классах школы, когда стояло дело в выборе того, куда пойти начаться дальше, я выбрал мединститут. То есть я не то, что в последний момент решил, я это заранее знал. И, кстати, занятие каратэ сыграло не последнюю роль, потому что мой учитель первый и самый главный в моей жизни в боевых искусствах, профессор Илья Йорга, он сам тоже доктор медицины, сам профессор. И видя, как он развивает традиционный каратэ с помощью интеграции его с наукой современной, мне это понравилось, я решил пойти по этому же пути. Но для этого нужны были специальные знания, поэтому я и пошел в том числе, в том числе и поэтому пошел в мединститут. Вот. Вопрос номер два. Как пришла мысль заняться каратэ? Заняться каратэ, мысль пришла мне очень давно, прям давным-давным-давно, что называется. Просто тогда, когда она пришла, я не мог заниматься каратэ, потому что каратэ в Советском Союзе было в этот момент запрещено. Вот. И поэтому я пошел в бокс. Занимался боксом. А потом вроде как запрет отменили, хотя явной отмены статей за незаконное преподавание каратэ не было. Но тем не менее наступила какая-то оттепель, и появились секции разные. Они как, ну грибы стали расти, их стало много очень. В одну из них попал я, и попал, можно сказать, удачно. Но скажу, почему же я каратэ хотел сам заниматься всегда. Сыграл эту роль, сыграл в этом огромную роль, сыграл фильм «Опираты 20 века». Когда я увидел там, как Тадеуш Касьянов с нунчаками ходит по палубе. Вот. Как-то ныне, уже покойный давно, сам Талгат Нигматурин, где-то в коридорах сам яхты. Сначала делает Агиуки, потом Гиакутский с Еременко, а потом пробивает ему Йоку Гери, вот нокаутирует ему. Он был просто поражен экзотикой приемов. Мне это понравилось, интересно было. Потом также был фильм «Не бойся я с тобой», где Дуров играет такого каратэку. И несмотря на всю кривоту техники, какой-то вот Ариол создавался, какого-то таинственного, искусства боевого, волшебного, могучего. И очень захотелось этим делом заниматься. И когда возможность появилась, я сразу пошел записываться в одну из секций. Народу было огромное количество. Ну, все, попали туда, удачно попали. Почему? Потому что попали к человеку, к ученикам человека, который в Иваново, ну, олицетворял, наверное, собой в то время вообще весь рукопашный бой каратэ и все остальное. Это Бурдин с Владимиром Васильевичем, можно сказать, отец Ивановского каратэ и один из апологетов вообще каратэ, ну, российского. Иванская команда очень сильная была в свое время. Хотя, если сказать честно, вот оценивая ситуацию, как она выглядела, с той точки зрения, которой мы сейчас, занимались мы абсолютно полной фигней. Вот. Абсолютно. И только когда наш город посетил профессор Илья Йорга, и мы попали к нему на семинар, посмотрели, что такое настоящее каратэ, вот тогда мы загорелись с желанием заниматься именно тем, что преподавал он. Мы поняли, что вот это настоящее каратэ. А чем мы до этого занимались, конечно, это было просто ногодрыжество и рукомашество, ну, которое сыграло не последнюю роль в том, что мы все равно пошли по этому пути, и нам оставалось уже только дальше продолжать, ну, совершенствуюсь, изменяясь. Так что вот в каратэ я попал рано, в детстве, и 30 лет уже занимаюсь. Есть и достижения, то есть я мастер спорта России по каратэ, пятый дан в традиционном каратэ фудокан, много выиграл разных соревнований. Ну, вот так вот. И до сих пор, значит, участвую в соревнованиях. Несколько лет назад я поучаствовал в чемпионате России, занял первое место в своей выростной группе, ветеранами мы уже считаемся, в каратэ занял первое место. Ну, так вот. Так что продолжаю я заниматься каратэ до сих пор, мне это нравится. Связано это с вопросом номер два, номер три. Вы не стали ограничиваться только каратэ, и теперь еще тренируете ММА. Но для ММА требуется хорошая боксерская база и борьба. Тяжело ли было осваивать борьбу и бокс? Да, я не стал ограничиваться каратэ, и не стал ограничиваться каратэ очень давно. Но, я же сказал даже, что я с самого начала начинал заниматься боксом, а не каратэ. И бокс мне очень сильно нравился. Если бы я продолжил заниматься им, наверняка, я был бы мастером спорта по боксу. Вот, потому что у меня все хорошо получалось, и мне это очень сильно нравилось. Вот, но, тем не менее, решил я уйти в каратэ, то, что нравилось мне. Но боксом я продолжал заниматься. Я хочу сказать, что ММА я начал заниматься уже тогда, когда и слова-то такого еще не существовало. То есть, аббревиатуры такой там не было. Все занимались чистыми стилями. Это же был закат Советского Союза, перестройка там, и все. Там вот это началось. Потом лихие СМ-90-е. Занимались боксом, борьбой, каратэ. ММА как такового не было. Были закрыты какие-то тотализаторы, бои без правил. Но, тем не менее, в соревновательной какой-то практике ММА не было. И понятия такого тоже не было. Но именно тогда я уже начал это дело практиковать. Потому что, когда дело доходило до контактных спаррингов и поединков, то я с удовольствием всегда на руках применял боксерскую технику, которая мне очень нравилась. Я считал ее крайне разумной и рациональной для ведения контактного поединка. Бокс я практикую постоянно и сейчас. Поэтому здесь у меня проблем особо не возникало. Да, я долгие годы тренировал бойцов и спортсменов с каратистов. Вырастил целую плеяду тренеров, которые, в свою очередь, уже вырастили множество чемпионов России, мира и так далее. А вот в ММА я сам тренирую в основном взрослых людей, на самом деле. Которые бывшие, что называется, бывшие мастера спорта. Бывших не бывает, но бывшие боксеры, бывшие каратисты, бывшие борцы и так далее. Я обучился, прошел стажировку, занимался под руководством главного тренера Союза ММА Капшайа Геннадия Павловича. Получил у него сертификат. И теперь преподаю ММА. Что касается борьбы, то борьбой я начал заниматься лет, наверное, 10 назад. База была первоначальная. Это классическая японская джиу-джитсу разных направлений. Но одной из, это Шинден Татары Рю. Там, где есть ударная техника и противодействие бросками, болевыми против ударной техники. Там, в основном, высокие амплитудные броски ведутся из стоек. То есть, партера мало. Партер потом вообще пришлось осваивать отдельно. Что касается боксерской техники еще, то в вопросе написано, что требуется хорошая боксерская база. Но в том числе я еще и занимаюсь постоянно тайским боксом. Я езжу в Таиланд не реже одного раза в год, а часто бывает и почаще. Надолго. И тренируюсь в кемпах тайского бокса. Занимаюсь там. И, собственно говоря, осваиваю в том числе и тайский бокс. Это началось лет, наверное, 10 назад, а может и побольше. Так что вот оттуда еще берется база. Борьба, ну, вот в настоящий момент. Борьба мне нравится больше. Грэплинг и бразильский джиу-джитсу. Это что касается развития партера. Потому что здесь у меня был большой пробел и надо осваивать. Специально заниматься дзюдо, самбо, вольной классической борьбой я не хожу. В основном я больше практикую с ребятами, которые хорошо борются в ММА. То есть являются бойцами в ММА, спортсменами, выступающими, действующими. Езжу к ним на семинары. Получаю от них информацию. Вот. По поводу борьбы. Почему? Потому что в ММА борьба своеобразная. Там, конечно, классическая база какого-либо вида борьбы совершенно не помешает. Но. Есть но. Дело в том, что в ММА есть ударка. Это же совершенно понятно. И различные способы воплощения какой-то техники в стратегии и тактики поединка, она очень сильно варьируется. То есть по-другому. И делаются различные входы, проходы, углы с поправкой на то, что может удар прилететь, сам вина встречу и снизу. И так далее. Есть определенного рода противодействие. В партере можно бить. Поэтому ударная подготовка, поэтому борцовская подготовка. Я решил, что уж коль скоро я практикую ММА, то она должна идти непосредственно от практиков ММА. Вот. Вот такие пироги. Ну, а что касается, опять же, бокса. Вот я туда-сюда все перепрыгиваю от бокса, от ударки в борьбе, от борьбы к ударке. То я стараюсь повышать свою квалификацию в ударной технике рук, занимаясь с боксерами хорошими. Беру тоже уроки персональные, занимаюсь в группах по боксу, езжу на семинары, то есть спаррингую с боксерами и тем, кто занимается боксом. Так что боксерскую технику я постоянно развиваю. Кстати, в том же самом Таиланде, сейчас там очень сильная боксерская школа, в кемпах тоже можно брать уроки не только тайского бокса, но и просто бокса английского. Так что проблем с этим нет. Развиваемся, развиваемся, растем. Вот. Это что касается борьбы и бокса. Тяжело ли осваивать? Да не тяжело. Осваивал я, я вот отношусь к тем людям, которые любят учиться постоянно во всем. И в медицине, и в других каких-то науках, в тех, которые мне интересны. Мне нравится философия, я вот много читаю. Игранная гитаря, языки. Ну и в искусствах, как бы, мне постоянно нравится развиваться. Я никогда не считаю, что я в чем-то достиг какого-то предела, что вот все, дальше я не развиваюсь и все. То есть даже в том, в чем я могу кого-то научить, я считаю, что там всегда есть, что почерпнуть и самому научиться. Из каратэ, традиционного каратэ, действительно работает. И почему традиционщикам так тяжело признать анахронизм в их стилях? Из каратэ и традиционного каратэ действительно работает все. Я вам хочу сказать, что любая боевая система, если ей заниматься именно системно, она структурирована, есть метод. Если заниматься достаточно долго, практиковать много, то все, что там изучается, все работает. Но есть одно но. Самое главное но, которое может все перечеркнуть. И не будет работать вообще ничего. Все работает только тогда, когда все это применяется в свободном, контактном спарринге с противником. Я не говорю про какой-то реальный бой. Я говорю про спортивные состязания, про учебный спарринг. Вот только тогда это все действует. Да, пускай там приходится многие техники применять обусловленно. То есть реально не выкалывая глаза товарищу, не вырывая ему токадык, как многие традиционщики говорят. Мы не практикуем, потому что один удар, одна смерть и кинхисацию. Поэтому мы этого не делаем ничего. Ну и это вот самое большое заблуждение. Все работает. Все удары, которые там есть, могут работать. Все блоки с определенными какими-то поправками, опять же, если это комментировать, то эти поправки понятными становятся. Все работает. Удары есть. Ударные поверхности часто в артоксальных стилях закалены. То есть есть оружие. Но оружие это часто абсолютно бестолковое. Это как хорошее охотничье ружье, которое есть прекрасное ружье, прекрасный патрон. Но стрелок сам может стрелять только по хорошо зафиксированному противнику. По мишени, по неподвижной. Так как он это там отрабатывает на макеваре, или со своим товарищем, который готов ему не противостоять, а помогать осваивать технику. То есть не мешает ему, а наоборот всячески старается ему помочь. В итоге они взаимодействуют кооперативно. И когда возникает ситуация, когда противник не помогает, а мешает наоборот, все лечит ватар-тарары. Поэтому в этом вся и беда традиционных стилей, что они не практикуют спарринг контактный. Если они будут это делать, то абсолютно все, что они практикуют, будут замечательно самоработать. Это все. Оговорки по поводу того, что нельзя бить в глаза, в пах, кадык, ну, бейте не туда. Вопрос в том, что спортивный спарринг учит достигать ситуации, при которой прием возможно применить. То есть это определенный дриблинг, это управление дистанцией, это вход-выход, то есть тайминг. Вот чему учат. Тогда ситуацию, при которой можно применить тот прием, который оттачивается десятилетиями, возможно применить на самом деле. То есть он выстрелит. Если же все это делается нотобусловленно, в варианте Кихона или с оппонентом, то вырабатывается определенное чувство дистанции для определенных техник. И на эту дистанцию, во время реального свободного поединка, когда противник мешает, не получается попасть. В итоге все теряется и ничего не получается. Так что традиционщики, они не зря считают, что они могут действительно одним ударом убить. Вопрос только в том, что они не попадут в ту ситуацию, при которой это произойдет. Вот поэтому мы часто видим, что это ничего не работает. Не могут они доказать свою состоятельность, своего смертельного удара кулаком даже, такого как Саикен Чокуски, ведь, если один удар, одна смерть, то что получается? то во время кумитэ, то есть они, значит, и кулаком так удар донести могут. Не только там пальцем в глаз, а просто кулаком попав в лоб или в грудь, они могут там дырку пробить, условно говоря. Ну, как они считают сами, это же смертельная техника. Один удар, одна смерть. Ну, вот мы не видим, чтобы они попадали настолько сильно. Да, они попадают, но настолько сильно не получается, когда дел доходит до соревнований в каком-нибудь октагоне по правилам ММА и так далее. Значит, не работает в освободном поединке. Почему они не хотят признать ну, как анахронизм свой? Анахронизм. Ну, это просто очень, на самом деле. Потому что хочется считать себя приобщенным к определенному тайному, к тайному, там, литарному знанию. Именно вот эти вот ортодоксальные техники, такие вот вычурные зачастую, которые создают особенность стиля, когда мы сразу можем по движению по первому вкат или по стойке понять, какого направления адепт, это вот и является визитной карточкой этого всего. Это надо демонстрировать, это надо работать, это надо показывать. И возникает некого рода сектанство, что ли, очень они похожи, адепты этих направлений таких ортодоксальных на сектантов, какое-нибудь ответвление религии какой-нибудь или какой-нибудь своей системы верования. У них есть свои ритуалы, свои атрибуты, свои какие-то танцы с бубном, что называется. ритуалы. Их они постоянно выполняют и демонстрируют. И признать то, что это все не нужно, они просто не могут. Они, наоборот, яры это защищают, потому что принадлежность к этому всему дает им какую-то возможность приобщиться к этому знанию, к этим легендам и мифам, которые ходят о праотцах, обоснователях и стиле. Мы часто знаем какие-то легенды. У каждого радоксального направления есть какие-то мастера-патриархи, которые были чуть ли не божественной рукой. Они могли такие чудеса творить, до которых нашим современникам, как до Китая. И получается, что они делали? Они делали вот эти интересные вычурные движения, особенности техники. И, видимо, это и сделало их такими могучими, непобедимыми, что про них потом складывали какие-то легенды. И как это выглядит для меня, например, и вообще в реалиях? Все видели рекламу не раз, наверное, когда ковбой с мощным торсом, закатанными рукавами на рубашке, в джинсах, в казаках ловит лассо какого-то мустанга мускулистого, взнуздывает, его седлает, там все, вот он проводит свой целый день в таких праведных трудах, он такой олицетворением мачизма, такой могучий мужчина, мачо, и в конце дня он сидит около костра, немножко расслабившись, широко расслабив ноги, достает пачку сигарет Мальбро, щелчком пальца выбивает себе по донышку выбивает себе сигарету в рот, закуривает, делает затяжку, и вот все, вот это ковбой Мальбро. Ну и что может сделать какой-нибудь дрищеброд, который тоже хочет быть таким же могучим, таким вот красивым, таким вот мощным, что у него нету такого торса, у него нету мустанга, у него ничего нет от этого ковбоя Мальбро, но сигареты точно такие же, он курить может, вот, он идет в магазин и покупает пачку сигарет, и вот он ее закуривает, и он уже приобщился, он уже почти такой же, как этот ковбой Мальбро, вот он, вот он такой, вот он же, он же делает то же самое, то же действие, ни хрена не умеет ничего другого, но зато сигареты он курит точно такие же, вот это вот внешний этот антураж, вот эти ритуалы, атрибуты, символы, вот они точно так же сохраняются, да, занимается, может быть, глупостью достаточно большой какой-то, пытаясь что-то копировать, вот, но он же делает то же самое, что делали великие, там, и он уже одним этим своим действием как бы в себя впитывают частичку этого общего, значит, эгрегора от мастерства какого-нибудь традиционного или ортодоксального направления, это ему типа помогает, он уже все, он уже практически великий боец без пяти минут, а то может и такой же, вот поэтому они и не признают анахронизмы, потому что именно вера в эти анахронизмы, она и помогает им подпитывать свою свой самообман в том, что они точно такие же, знаете, на самом деле это очень сильно напоминает то, как люди верят в суеверие, вообще произойдет ли когда-нибудь, да, то, что от этого там, ну, как откажутся, как от анахронизма, да не произойдет никогда, почему, потому что несмотря на то, что люди в современном мире живут, знают, что такое наука, физика, а кто-то может быть в Бога верит, да, но ни те, ни другие, ни верующие люди, ни атеисты не считают, что суеверие это штука правильная, суеверие это фигня, но тем не менее абсолютное большинство людей все равно к суевериям относятся с какой-то там опаской, если там разбили зеркало или пробежала черная кошка, все равно что-то зашевельнется, понимаете, вот это вот неизживаемо, вот так же не изживется никогда любовь к анахронизму, к этим, и они их будут постоянно сохранять, ничего в этом на самом деле плохого нет, потому что сохраняются традиции, сохраняются культурные ценности, как в театре кабуки или театре но, в японских, вот эти танцы, да, с элементами боевых искусств, китайской опере там, понимаете, в этом что-то есть, но вот тем не менее это только что-то, но не то, что бы хотелось на самом деле, а весь анахронизм тут же пропадает на самом деле, когда что мы видим, когда мы видим, как эти люди пытаются реально провести какой-нибудь спарринг неконтактный, с представителями каких-то других направлений, ничего анахронического сразу не остается от чистых смстилей, потому что все так называемые чистовики, если они работают в том алгоритме, в котором они привыкли помогать, работать друг другу, выхватывают тут же и обычно проигрывают, почти всегда, не почти всегда, а всегда, если это серьезное соревнование, где бойцы топовые, то чистовики всегда проигрывают, если пытаются действовать только в рамках одного своего направления, вот так вот, и анахронизмы у них сразу все проходят тут же, взять того же Мачиду, Сен-Пьера, который вроде, которые начинали вроде по карате, ну не вроде, Мачиду это вообще там известный карате, когда он занимается карате, занимается шатуканом, делает като, но когда дело доходит до контактных самобоев, все, там анахронизмов никаких нет, там есть современное боевое искусство, о котором я чуть дальше расскажу, вот здесь как раз вопрос об этом, добрая половина из техник, выполняемых в като, в том виде, как их демонстрируют, как их демонстрируют, не используются даже адептами традиционных стилей, но при этом они постоянно твердят о каких-то примерах, когда какой-нибудь старичок завалил обязательно здорового боксера. Долго еще проживут эти байки или они неразрывно связаны с традиционными направлениями? так получилось, что в предыдущем ответе на предыдущий вопрос я эту тему очень оплотно затронул, поэтому я просто повторюсь, что эти байки проживут всегда, то есть они никуда не денутся, как эти же самые СМГ-суеверия, как эти легенды про старичков, про мастеров, архатов, которые научились, потому что, как я сказал уже чуть раньше, это позволяет сохранить какой-то ореол таинственности, мистики, эзотеризма какого-то и считать себя приобщенным к некоему тайному знанию, которое дает какие-то волшебные силы. вот поэтому они их будут делать, даже если абсолютно не применяют их в контактном поединке и в спарринге, все равно это будет продолжаться. Это с одной стороны, а с другой стороны есть, конечно, я говорю, ревнители традиций, коим я в том числе могу, скажем так, отнести и себя. Я, несмотря на то, что занимаюсь ММА, я никогда не забывал, как говорится, про каратэ, я очень люблю заниматься катом, мне очень нравится. Мне нравится классическая техника каратэ, шатокан, фудокан, я делаю катэ из разных направлений, мне нравятся катэ из рю-рю, вот, так что, собственно говоря, почему нет? Это определенные элементы традиции, так как, например, писать стихи в стиле хайку, хокку, танка, просто интересно, вот, я и говорил, я уже говорил, что участвую в катэ, в соревнованиях по катэ, занимал места, даже вот два года назад буквально, участвовал и занял первое место на чемпионате России, так что, почему, собственно говоря, нет, есть те, кто заблуждается не добросовестно, а есть те, кто добросовестно заблуждается, а есть те, кто делают, ну, если по Кастанеде говорить, осознанную глупость, сохраняя эти традиции, это не глупость, наверное, да, и делая эти техники, которые, казалось бы, не работают, это как искусство сохранять, сохранять какое-то интересное дело, которое может быть, которое может просто пропасть, как, как, это культивировать и сохранять уссурийских тигров, это же красиво, на самом деле, так пусть будет, только надо отдавать отчет себе в том, что, для чего это делается, и не подменять одно другим, то есть, не подменять то, что не работает, называя это реальным боевым искусством, которое, частью которого является неотъемлемая такая вещь, как артург-килинг, да, но это уже немножко отдельный вопрос, вот, а те приемы, которые выполняются в ката и не работают, они, они не всегда не нужны, дело в том, что это некий боевой фитнес такой получается, да, когда развиваются определенные биомеханические принципы, когда культивируется динамика, правильно движения в суставах амплитуды, больше связки саморазвиваются и так далее, то есть, получается, я говорю, такой боевой фитнес, боевая йога, которая реально потом позволяет на самом деле применять вот эти вот сопутствующие бонусы, которые появились в процессе таких занятий в реальных поединках, то есть, там, где боевое искусство проявляет себя непосредственно как боевое искусство. Следующий вопрос. В каком направлении будут развиваться боевые искусства? Боевые искусства, на мой взгляд, будут, это очень серьезный и сложный вопрос, я отвечу, постараюсь на него ответить не очень длинно, но тем не менее емко. Способствовать развитию боевых искусств будет два момента. Первый момент это интеграция боевых искусств между собой, то, что раньше было невозможно, поскольку не было такого широкого информационного поля, в котором бы легко шел процесс обмена знаниями. Вот мне, например, захотелось тайским боксом позаниматься бы, если бы я жил в каком-нибудь там, не знаю, ну, сто лет назад, очень проблематично было мне поехать в Таиланд и там заниматься. Во-первых, как бы я до туда добрался, во-вторых, сколько бы это стоило, потом, сколько бы я на это время потратил вообще, как бы я там кого нашел, кто бы еще взялся бы со мной заниматься и так далее. Сейчас вот таких вопросов вообще не возникает. Я залез в интернет, я нашел, где я хочу заниматься, с кем заниматься, я купил также билет, улетел, уже там устроен, через букинг, жилье заказал прямо рядом с кемпом учителей, я уже посмотрел, выбрал, кого захотел, захотел на месте сориентировался больше, то есть услуга такая как бы есть, и все, я занимаюсь. И точно так же я могу поехать в Голландию, в Америку, то есть, если надо, я могу многое, что подчерпнуть из-за теоретической самочасти, из-за стратегии, тактики, каких-то моментов подготовки, непосредственно из роликов через интернет и так далее. То есть, есть широкое информационное поле. Бойцы между собой тоже из разных направлений имеют возможность встретиться, не убивая друг друга, а попробовать свои силы в самого разного рода соревнований по самым разным правилам. Поэтому они обогащают свою технику, с одной стороны, а с другой стороны, они унифицируют ее таким образом, чтобы можно было противостоять абсолютно любому противнику из любого направления. Конечно, это приводит к тому, что техники настолько унифицируются, что различить друг от друга бойцов, постоянно практикующих, будь они даже из самых разных вообще направлений, один там это каратэко, другой джитсер, их, когда они дерутся в плане ММА, зачастую невозможно. у одного приоритете будет ударка, а у другого партер, но тем не менее, ударник, попав в партер, ведет себя как борец, а борец в стойке ведет себя как панчер. Понимаете, вот так это выглядит. То есть, унификация, чистые направления ведет непременно к проигрышу. Остается самое такое работоспособное. ничего не поделаешь. Биомеханика, физиология человека так устроена, что остается самое то, что работает для разных типов дистанций. Например, боец из Годжу-Рю, где преимущественно близкая дистанция идет, он вынужден будет просто обучаться и тренироваться, противостоять оппоненту, который может бить с длинной дистанции ногами, если его противник владеет хорошо тэквондо, или мастер шотокан-карате, или кикбоксинга, ну, никуда не денешься. Вот. То же самое касается, наоборот, борца, бойца шотокан, если он попадает в парт, хочешь, не хочешь, если проигрывать не хочется, отказавшись самоги на полу, надо осваивать обязательно боксерскую технику, борцовскую технику. То есть, интеграция. Интеграция, это от нее не деться никуда. это интеграция номер один. Вторая интеграция, которая будет развивать все боевые системы без исключения, это интеграция с наукой о человеке. От этого никуда не деться, если хочется дальше самоги расти, потому что искать эмпирическим путем какие-то новые методы подготовки, это просто невозможно на самом деле. Это невероятно. Здесь уже надо брать все самое лучшее в методах функциональной подготовки, в методах силовой подготовки, скоростной силы, взрывной, плиметрических нагрузок и так далее. Не надо хвататься, не надо держаться, вернее, за старые методы подготовки, которые позволяют добиться чего-нибудь одного в ущерб чему-то другому. Более того, ведут длинными и окольными путями к достижению довольно-таки сомнительных результатов. Зачастую хороших результатов, но путь крайне длинен и витиеват. Можно добиваться всего того же самого, гораздо быстрее в разы, если просто понимать, на какие звенья и на какие механизмы надо оказывать правильное воздействие своими тренировками и подготовкой. Все. И тогда прекрасно все работает. Вот. Во всех видах спорта, во всех видах человеческой деятельности все к этому идет. Но ортодоксы, они упираются рогом, они считают, что чем больше похоже все на то, как делали в старину, тем лучше сохраняются традиции от нашей предки, от Амархаты, патриархи, они лучше всего знали. Но это наивное заблуждение. Во-первых, они не могли ничего лучше знать. Откуда бы от инопланетян получили информацию? Пусть даже если и так, но мы не видим того, что этому научиться можно постоянно. Для нас это не... Этому научиться можно у этих учителей. И мы не видим подтверждения всем этим самотайным самым вещам, которые даются только от отца к сыну, как тайные знания. Какой нам от этого прок, если мы все равно этого никогда не освоим? То есть, если даже это есть, но мы это не освоим, для нас это не имеет никакой ценности. А скорее всего, этого просто нет. Есть правила бритвы Оккома. Не надо плодить в этом сущности безнадобности. Если мы не видим результатов этих всех вещей, они никак не подтверждаются, то разумнее всего предположить, что просто этого всего не существует на самом деле. Вот все. Иначе мы бы и видели бы все эти... Потому что, предположим, понимаете, удары пальцами по корпусу в ММА не запрещены. Если бы были такие мастера, как в фильме Хонгильдон, когда дедушка спасал женщину с гильдоном маленьким и буквально двумя пальцами касался разных точек тела, мы бы сейчас это видели и тех просто это парализовало. Мы бы сейчас это видели бы спокойно в тех видах, где можно драться голыми руками. Как бы это помогло бойцу бы Кюкушина? Он бы так буквально пальцами нажал на какие-то точки оппоненту своему. Тот загнулся. В борьбе как бы это работало бы. Ребят, любой быстрый захват может быть замаскирован удар. Делаешь захват, а сам пальцем пук в какую-то точку. Дальше захват. Все, противник обездвижен, ты его бросил. Что этого нет? Значит, это не работает. Все это фигня. Поэтому надо осваивать просто искать дополнительные возможности не в мистических аллюзиях каких-то, а в том, что реально работает, в резервах организма, которые не задействованы, которые находят в других видах спорта, серьезно занимаясь этим. Есть спортивная медицина, биомеханика. Все это точно так же работает. и в карате, в ушу и так далее. Так что можно брать и прогрессировать дальше. Поэтому в этих двух направлениях и будет идти развитие. Еще раз просто повторюсь, интеграция боевых искусств между собой и интеграция с наукой о человеке. Спина. Больная тема, наверное, со времен, когда человек обрел способность к прямохождению. вы уделяете этому много внимания. Возникали ли у вас проблемы с вашей шеей и спиной. Ну, что я могу сказать? Смотрите, я говорю, что боевыми искусствами я занялся намного раньше, снять часы, а то они постоянно пищат. Это кардиомонитор. Сниму его, он отключится. Боевыми искусствами я занялся намного раньше, чем стал заниматься медициной серьезной. И, соответственно, что из этого следует? То есть, я долгое время занимался, как занимается большинство молодых людей, не уделяя должного внимания о профилактике спортивного травматизма, профилактике профессиональных спортивных заболеваний и вообще зожу как таковому. Почему? Ну, что о молодом море по колено, все мы здоровы, когда мы молоды, нам кажется, что мы будем жить вечно и все такое. И хочу сказать, что до момента окончания мединститута у меня прострелы в шее и в спине иногда бывали. Они бывают у каждого человека. Какое-то неловкое движение, особенно после большой нагрузки физической какой-то, и все. На следующий день или через день бац, и прострелило. Но с тех пор, как я стал, как я разработал и стал практиковать различные методики по профилактике спортивного травматизма и профессиональных спортивных заболеваний, а также по профилактике от осложнений остеохондроза, восстановлений и реабилитацию после травм, спортивной патологии, износа преждевременного напорно-двигательной системы. Все, у меня, вот мне 44 года, из 22, 23, 24 лет, я уже не помню, у меня не было ни прострелов, никаких, ничего. Правда, это не просто так дается, есть специальные методы, которые, кстати, у меня в открытом доступе большинство можно найти на каналах на моих, на YouTube канале и так далее. Кстати, к вопросу про блоги, да, YouTube, это тоже прекрасная форма ведения видеоблогов, тоже давно веду, вот, и на доктор Шилов можно найти, и на моем основном канале, на Михаил Шилов есть, а плейлист доктор Шилов, и там есть информация. Много очень видео по поводу профилактики спортивного травматизма и так далее, есть и платные методики. Я являюсь сам непосредственно потребителем тех услуг и тех методов, которые я разрабатываю. Обучил я тысячи, это без преувеличения людей, этим методам и отзывы исключительно позитивные. Но я говорю, что это в основном методы не лечения, а методы профилактики. И профилактики, во-первых, как проявление всех этих негативных вещей, а также методы профилактики рецидивов своей патологии. То есть, когда патология вылечена, чтобы она повторно не проявила себя, вот есть методы, направленные на предотвращение этого. Поэтому эти методики вполне доступны всем, потому что лечить каждого человека надо уникально и в отдельности, а вот профилактировать можно унифицированными методами. Как вот унифицировано может быть утренний гимнастик. Понимаете, не надо для каждого человека ее делать уникальную. Вот так и методы профилактики спортивного травматизма, тоже они и различные патологии опорно-вертой системы. Они могут быть не уникальными, а унифицированными. Конечно, есть определенное ударное, как говорится, воздействие на какую-нибудь определенную ее часть или сегмент, в зависимости от того, на что больше акцент в своих самотренировках делает сам человек, больше ли у меня нагрузка на руки, на ноги, на тазобедренный сустав, на спину, на шею и так далее. Нам просто добавляются определенного рода упражнения в дополнение к основным каким-то комплексам. Ну вот я говорю, что так как я являюсь потребителем своих же разработанных методов по профилактике, нет у меня никаких проблем ни шеи, ни спинной. И вам я тоже желаю, чтобы у вас таких проблем тоже не было. Следующий вопрос. Занимаясь борьбой, можно ли уберечь шею и спину от хотя бы серьезных травм? Не кажется ли вам, что бразильский джиу-джитсу или грэплинг в этом плане находится в более выигрышном положении, так как там минимизирована нагрузка на спину? Начну с конца. Про бразильский джиу-джитсу и про грэплинг. Учитывая то, что в бразильском джиу-джитсу и грэплинге ведется борьба в основном в партере, то да, в этом плане можно считать, что минимизировано количество высоких амплитудных бросков и, соответственно, падений, когда можно повредить себе спину или шею. Как во процессе начала броска, так и в процессе полета, так и в процессе неудачного сприземления. А вот что касается всего другого, можно ли минимизировать самые проблемы, я могу сказать одно. Минимизировать проблемы можно, особенно в плане аутотравматизма. Аутотравмы это те травмы, которые человек причиняет себе сам. То есть, когда он нарушает технику страховки при приземлении, когда он недостаточно разогрет, размят, действует в рамках завышенных амплитуд и с большими нагрузками, чем у него готово тело, тогда он может и сам себе и связки порвать, и суставы вывихнуть сам себе, причем никто-то ему это делает, он сам и мышцы поднадорвать, и все такое проще. Вот это профилактировать можно, как способом правильной дозированной самонагрузки, увеличивающейся постоянно, чтобы была постоянно постнагрузочная компенсация и гипертрофия тех отделов, которых надо, и тогда уже все будет намного прочнее, связки, сухожилия, суставы и мышцы. Так это должны быть определенного рода разминки, растяжки, чтобы суставы в хороших амплитудах действовали и так далее. Также должны быть хорошие заминки после тренировки, чтобы снять компрессии между позвонками. Но есть те травмы, которых избежать очень тяжело и практически невозможно. Это те травмы, которые причиняет оппонент. Особенно если он заигрывается, что называется. Предложим, если это соревнование, судья, например, уже сказал там типа все или постучал, например, создаюсь, тот продолжает рычаг локтя делать и в итоге вывихивает локоть, да переразгибает его. То же самое делает, предположим, скручивание пятки. Судья уже сказал все, или тот уже закричал, постучал, а тот доводит прием до конца, рвет крестообразной связки. Вот. Вот таким вот образом. То же самое, где касается, если мы говорим про позвоночник и шею, то же самое может быть. В удушающих приемов, которые не являются столько удушающими, сколько перелавляющими шею, по типу гильотин, там самых разных, там можно повредить шею. Конечно, чем шея сильнее, тем меньше, вероятности, но тем не менее, спортивник сильный, он любую шею свернет. Вот. То же самое касается, можно и на переразгиб взять самую позвоночник. Поэтому, вот, что касается аутотравматизма, да, здесь очень можно серьезно профилактировать, снизить количество травм, глупых зачастую. что касается травм, которые причиняет оппонент, здесь дело спортивной критики, дело взаимодействия на ментальном уровне между собой оппонентов, действия судьи, правильная работа тренера, я говорю, прежде всего, здесь этика спортивная работает. Вот так вот. Вернемся к блогерству. На ваш взгляд, какой из ресурсов для блогеров сейчас наиболее востребован и за какими находится будущее. Ну, я считаю, что надо следить за трендами. Это самое важное. То есть, надо следить за трендами и применять просто бенчмаркинг. Немножко непататично выскажусь, но хочу сказать, что все технологии развития интернет-предпринимательства, блогерства и так далее, они приходят к нам с запада, где они появляются намного быстрее, новые какие-то тренды, новые какие-то способы ведения бизнеса, работы, оболочки, технологии, способы донесения информации и распространения, какие-то маркетинговые ходы. Мы их просто применяем потом с опозданием на 5, 10, 15 лет. Если отслеживать это, то можно в тренде быть и видеть, куда, собственно говоря, направить свои стопы и как дальше действовать. Если мы говорим о Рунете, ну вот я говорю, мне сейчас очень нравится Яндекс.Дзен. Почему? Потому что такие платформы берут очень много на себя всего. То есть они фактически берут аутсортинг не только хранения информации, они еще и доносят ее до потребителя, не требуя вашего участия дополнительного. То есть они ищут клиента по интересам, читателя по интересам и сами ему предлагают информацию. Это очень замечательно, это позволяет быстро расширить аудиторию. если у вас есть какой-то свой собственный ресурс, вы ведете его, имейте на хостинге свой сайт, вы там обязаны, вы просто вынуждены делать все это сами. Если вы ведете какую-то рассылку, вы обязаны все это делать сами. То есть это довольно сложно, не скажу, что это напряжно там очень, но требует дополнительных нагрузок каких-то. То есть понимаете, да, как это все работает. Вот. Конечно, я советовал бы не распыляться, потому что есть несколько направлений, где люди показывают действительно успешные SM-достижения. Если это читабельный какой-то SM-материал, это Яндекс SM-дзен. надо понимать, что там аудитория в основном тусит взрослая, то есть от 30 лет практически, то есть те люди, которые любят почитать. А молодежь она любит больше смотреть, например, она любит больше, чтобы информация подавалась в режиме комиксов или видео, или фото. Поэтому там Инстаграм, можно в Инстаграме ввести микроблогинг, там можно микровидео такое создавать до минуты и позиционировать себя там. Инфографику тоже самое, писать какие-то ввести блог только в Инстаграме. Молодежь, это неплохо получается. YouTube, объединяющий всех между собой, это второй по значимости поисковик или третий, если так вот сказать, то есть у нас в России. То есть Google, Яндекс и третий поисковик это YouTube. То есть люди ищут информацию, особенно информацию в виде инструкции, чтобы это было видео, чтобы это было инструкции в виде видео. и поэтому очень обращаются часто к YouTube. И вести видеоблог это в общем-то самое то. Очень это замечательно работает. А так, конечно, социальные сети тоже неплохая вещь, потому что социальные сети хорошо индексируются с поисковиками и работает это все тоже замечательно. Так что можно использовать и это. Так что трудно сказать, надо просто бить неприцельно. Попробовать все и то, к чему душа больше ляжет, что лучше получается, там и развиваться. Потому что можно видеть истории успеха во всех тех направлениях, которые я обозначил везде. То есть и те люди, которые ведут сообщества в социальных сетях, и те люди, которые ведут видеоблог на YouTube. Предположим, опять же, надо понимать, какой инструмент сам сильнее. Хостинг YouTube сильный очень. Он классный поисковик. А вот Vimeo тот же самый. В таком ключе не работает. Там хорошо сохранять видео, которым можно поделиться между собой или куда-то вставить на свой сайт, но в плане монетизации, в плане развития этой темы, в плане предложения ее самозрителям штука не работает. Поэтому вот эти вещи нужно отслеживать и понимать. Поэтому если вы видео предполагаете размещать во встроенном плейере на сторонних ресурсах, вам и Vimeo подойдет. А если вы хотите, чтобы вас много просматривали или непосредственно на YouTube, хотите там предлагать информацию. Вернее, в интернете, чтобы искали прямо эту информацию. Надо на YouTube, потому что там большинство народа тусит. Дальше. Как раскрутить свой блог так, чтобы он понравился читателям и не было мучительно стыдно за свои публикации. Об этом я расскажу не сегодня. Вернее, может и сегодня, но в другой подход. А пока прервусь. Салют. Но вы увидите склейку, поэтому это будет единый целый материал. Чтобы не было стыдно за публикации сам своим, если ресурсы раскручены, если его каким-то образом раскручиваешь, то надо его раскручивать обязательно не только с помощью механизмов, которые позволяют накручивать лайки и затаскивать каким-то образом с помощью обмана и самозауши читателей. Надо реально иметь хороший контент. Ну, чтобы был хороший контент, для этого есть два пути. Стырить у кого-то хороший контент, три тогда. Заказать кому-то хороший контент и написать его самому. Первые два стырить или заказать, это не мой вариант, я такой вариант не выбираю. Мне не нравится такой вариант. Стырить это вообще плохо. Если я уж что-нибудь и тырю, уж я скажу честно, то это я тырю иногда изображение. Вот эта штука то, чем я отгрешу. Но я стараюсь брать изображения из самых открытых источников. поисковик запускаешь, например, мне надо найти картинку моря. Набираю море на Яндекс картинках и выбираю красивую картинку. Все. Тексты, видеоматериал я никогда не тырю. Кстати, если бы эти картинки внизу был бы предположим копирайт автора, я бы обязательно вставлял. Если бы автор заявил, я бы заплатил на стоках и на различных банках я тоже иногда покупаю. Но в последнее время все больше я стараюсь делать и фото сам. Благо у меня для этого в общем-то все есть. И возможности и аппаратура и все остальное. заказать кому-то материал ну понимаете тогда где же ваш блогинг то собственно говоря. Ну вам не будет стыдно может быть за материал написан профессионалом только вы-то какое имеете отношение к нему. Как содержатель своего канала может быть но это фигня это уже некого рода продюсирование темы. А вот для того чтобы самому писать хорошо материал надо просто эту тему любить. Не нужно никогда пытаться хайпануть только потому то есть собрать дешевт какой-то хайпануть в той теме в которой вы даже не рубите ничего но только потому что она хайповая. нет я больше скажу вот я сколько лет пишу в теме боевых искусств это вообще тема вот если на ней деньги зарабатывать она не перспективная без перспективня как это говорится по одной простой причине ну сколько занимается боевыми искусствами людей от всех потенциальных читателей которые в интернете есть ну немного например если сравнить даже с теми кому интересна тема там про беременность и роды гораздо больше контингент потому что каждая молодая семья молодые папа молодая мама вообще каждая проходит через эту тему им рано или поздно становится это интересно они по той или иной теме ищут свои службы связанные с этой тематикой зож общая тема медицина например там тоже или спина больная тоже тема такая которая более популярна почему потому что у каждого первого раз в жизни спина заболит а у кого-то она постоянно болит такие вещи потенциально рынок читателя намного больше а по боевым искусствам нет тем более в боевых искусствах полный раздрай вы одному понравитесь другому не понравитесь кто-то ортодокс а кто-то любит новодел а третий посторонник ММА то есть вы всегда не попадете в аудиторию то есть те кто принимает то что вы пишете их будет очень мало поэтому пытаться всем угодить это абсолютно бесполезно этому надо писать то что нравится непосредственно вам и со временем все это дело выстрелит если вы в этой теме понимаете имеете свое мнение умеете его конструктивно и методично главное последовательно доносить до самочитателя то все это дело сработает будете имитаться пытаться поймать какой-то тренд может на каком-то кратком этом этапе у вас что-то получится но в долгосрочной перспективе вы просто не выдержите такого темпа вы быстро не держитесь и стреляетесь выигрите и ничего работать у вас больше не будет вот так вот чтобы за своих публикаций не было стыдно надо быть профессионалом своей теме любить ее и писать собственно говоря от души и не будет стыдно если кто-то стыдить будет не надо обращать на это внимание потому что надо понять а судьи кто цените себя свои знания понимаете только объективно что вы себя представляете в этой теме и все а на собственное мнение имеет право каждый вы как блогер а ваш читатель как читатель так что все нормально так как пришла в голову мысль разработать собственную макевару насколько она оправдывает ожидания тех кто на ней работает макевару собственную конструкции вот как ас камертон шилов и мбш было задумано сделать очень давно я уже струбняюсь сказать сколько лет назад наверное что под двадцатку скоро будет лет как это все придумано это камертона касается мбш была придумана намного позже но уже больше десяти лет тоже мне кажется прошло задумано она была потому что я являюсь я сказал что я являюсь юзером всего что я разрабатываю и и делаю и в плане медицины и в плане боевых искусств вот и я на макеваре до этого работал на самых разных макеварах на традиционных и на столбах и на досках пружинищах и на всем чем угодно пришел к выводу что мне хочется еще и другое объединить в себе несколько свойств и качеств которых по отдельности нет в других макеварах поэтому да и к тому же мне хотелось чтобы макевара могла обязательно регулироваться силой сопротивления жесткости и так далее была разработана конструкция она прошла испытание все получилось замечательно все работает очень делает нравится о популярности и об успехе говорит огромное количество подделок и контрафактов которые несмотря на то что сама макевара ее конструкция и идея все это запатентовано вот все подделывают но заканчивается тем что конечно те кто приобретает дело либо разочаровываются в макеваре вообще либо те кто по у меня не находят настоящую макевару потом у меня потому что настоящие макевары камертонная бэша никому не делегированные то есть они и производятся и продают столько в моей компании будушины больше нигде если увидите это точно подделка вот значит так вот подделки не оправдывают часто ожидания людей потом они приобретают настоящую и тогда мы видим массу положительных отзывов всем нравится кто работает на макеваре методично регулярно получают прекрасные результаты вне зависимости от практикуемых направлений хочу сказать что макевар последнее время вот именно моей конструкции завоевывает те направления боевых искусств которые раньше к макеваре не имели отношения совершенно никакого то есть это тоже бокс это мм даже в хоккей применяют люди макевару камертона отрабатывая различные бортовки и толчки вот почему потому что там люди открыты для них это самснаряд не ортодоксальный абсолютно новые они ко всему новому тянуться если это работает они применяют а вот как это ни странно в самсенде карапистской гораздо труднее макевара пробивает себе путь потому что мы говорили уже об ортодоксальность они цепляются за ортодоксальность во всем в том числе и в макеваре чем она больше похожа будет на ту доску которая была у протцов там и в сам конструкция тем не считают это лучше время все покажет на самом деле вот а результаты есть очень серьезные когда-то например вот просто пример приведу ко мне на семинар приезжают боксеры специальные семинары мастер-классы по работе на макеваре по корпусу ставим удар на макеваре и люди начинают укладывать людей удары по корпусу чего раньше у них никогда не получалось то же самое было с мастерами ну с ребятами которые занимаются теквандо ногами у них все там супер-пупер нокаут и все такое а руками удары вообще носили факультативный характер в жилет в грудь там и все так вот поставив удар на макеваре даже удары вообще нокаутировали ударами руками в корпус через жилет можете соответственно представить суть удивительно то что несмотря на это все бойцы кикушина почему-то не горят желанием освоить технику заниматься на макеварах на этих по крайней мере там активно есть у макса дедика там у кого-то еще но так чтобы прямо со спрос большой был у кикушиновцев я что-то не наслышан хотя удивительное дело я говорю этой клангисты стали через жилет нокаутировать ударами в грудь какой бы это было подспорье для бойцов из кикушина которые точно так же голыми руками сажают в грудь но без жилета там все было просто но гра хотел другой стороны может он так и лучше по крайней мере они хоть не поубивают добрых но это шутка так макевара мешок как найти золотую середину золотая середина ее не золотой середины отдельно нужна макевара отдельный мешок ни один ни один сам снаряд не закрывает все там аспекты для снарядной подготовки полностью никогда макевара не заменит например работу по лапам хотя с ними может одновременно сочетаться не заменит она некоторые аспекты работы на мешке а мешок никогда не сможет дать то что может дать макевару но могу сказать одно наиболее мощный и сильный удар пробивной а также укрепление ударных поверхностей можно добиться только на макеваре ни на мешке ни на стеной подушке такой мощи в ударе не поставить а уж это укрепление рук однозначно только на упруглении макеваре самое лучшее достижение мешки особенно на растяжках гневматические тяжелые мешки там все они нужны для других вещей вот работаете серийные техники какие-то тактические моменты подходы отходы и так далее лапы но это вообще отдельная тема но макевара это своя фишка поэтому снаряды надо использовать во подготовке все никакой золотой середины не существует на ранних ММА когда еще выходила школа против школы многие ударные стили в частности карате и кунг-фу да и бокс зарекомендовали себя не с лучшей стороны сейчас мы видим большое количество каратистов трекмандистов в клетке конечно с хорошей боксерской и борцовской базой они научились они научились приспосабливаться или их родные стили в большей степени антураж ну я по-моему в предыдущих ответах своих об этом обо всем рассказал да то есть в чистый чистый любые чистые стили оказываются в проигрыше когда правилами разрешается и этом использование самой разной техники здесь когда встречаются самого разного рода направления то выигрывают те которые наиболее подготовлены к тому чтобы противостоять адептам из других боевых систем и школ для этого нужно и разнообразие в технике а главное нужно постоянно практика спарринга свободного с представителями самых разных направлений против самых разных техник тогда происходит унификация тогда пропадает весь антураж то есть можно выйти в клетку в кимоно там его сам снять и благополучно продолжить бой так что никто не поймет разницу и даже не будет понимать из какого направления боец вышел единственное что конечно у кого-то больше приоритет будет на технику рук у кого-то приоритет будет на борьбу у кого-то еще что-то но руки у всех похожи будут ноги у всех похожи будут и в борьбе они будут примерно вести себя одинаково и будет выиграть только тот у кого больше наработок дольше наработок вот ведь это как в дуэли на пистолетах там вообще один один прием только бабах называется курок нажал и бабах но один дуэлян всегда выигрывает другой не выигрывает это все конечно всегда шанс есть этот который всегда выигрывает можете проиграть но там предположим как эти были дуэлян и сам гибридеры профессиональные на шпагах на те же которые там буквально тоже не колоссальное количество приемов особенно когда на рапе ли например которая можно носить только лишь уколы ограничена техника один выигрывает постоянно другой нет несмотря на на небогатство приемов но здесь то же самое наработка 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 тактика стратегия поединка грамотное выстраивание сом ситуации это все делать место тоже сам бокс до три удара как говорят тем не менее какие виртуозные поединки мы можем сонаблюдать вспоминаем мы не пакео с моей лейзера и так далее вот так что в боях в контактных представителей чистых стилей научились приспосабливаться а их родные стили данные являются в большей степени антураж какие мои пожелания читателям или сам слушателям я наверное опубликую это видео тоже потому себя и на ю тубе в том числе вот мои пожелания читателям и зрителям там следующее занимайтесь боевыми искусствами если вам хочется заниматься каким-то конкретным направлением которое вам нравится из-за свои из-за своей красоты истории может быть даже там это за ты личности какой-то то не слушайте таких людей как те которые говорят которые ратуются ммэй там ли что-то еще занимаетесь занимайтесь любым чистым стилем и направлением я например точно так же продолжаю заниматься каратэ то есть также занимается я продолжаю боксом причем отдельно то что мне не нравится мне нравится делать ката я могу надеть сам где каратэ и тренировать кота там целыми днями вот вопрос в другом если вы если вам это нужно в плане такого вот боевого фитнеса то это все замечательно но если вы хотите это превратить в реальное боевое искусство элементом которого частью которая является так сказать но это уже гротеск но тем не менее это мартов киллинг то есть искусство убивать то есть откуда все это ну это родилось изначально то есть чтобы ваши техники были действительно реалистичные так опасные то к тому что они должны быть сильные мощнее чего можно добиться в кихоне в работе на снарядах и выполнение ката надо обязательно добавлять спортивную составляющую как это ни странно то есть нужно вводить обязательно свободный спарринг который позволит все ваши наработки всех ваших лучших техник уметь применять в динамике знаете можно иметь очень хороший охотничий ружье очень хороший смыть патрон с заряженной картечью и замечательно попадать по неподвижной помещении этого разнося ее в клочья но помещение бегущий кабан или бегущий сам олень или более мелкой самогидробью например там по тарелочкам уже не попадать какой бы хорошего ружья не было так вот без практики поединка любая самая лучшая школа карате она превращается в такой вот мертвое ружье которая сама по себе просто великолепная которая обладает огромным потенциалом прекрасной точностью там смертоносностью и просто это произведение искусства но к сожалению из него не получается попадать вот в этом все и дело поэтому можно заниматься всем чем угодно только надо практиковать обязательно свободное кумите и причем это раз два и делать нужно это не только с представителями собственных школ и направлений или вы готовы к технике и она у вас примерно там одинаково друг у друга и вы знаете что ждать с представителями самых разных школ и направлений и и вот тогда какой-то момент пойдет понимание того что все на самом деле очень об а похоже что разницы намного меньше чем общего потому что вся техника и все общее отталкивается того как устроен человек этого анатомии этого физиологии этого биомеханики и тогда ваша школа и вот о чем вы занимаетесь будет вам только подспорим и только поможет вам и никак не будет вам мешать и уйдет весь нафиг дуализм споры о том чё кунфу лучше и вы просто будете практиковать то что практикуете и применять то что применяете и у вас сама по себе произойдет адаптация и поймете все то о чем я говорил а также обязательно следите за здоровьем пока молодые компенсации берет свое чем становись старше тем больше будете понимать что спортивная травма это штука довольно частая и и легко получить поэтому надо обязательно даже самой молодости заниматься профилактикой спортивного травматизма вести здоровый образ жизни применять самые методы приметь самые лучшие и разные методы предотвращения спортивного травматизма и старения опоры двигательной системы сердечно-сосудистой системы в общем заниматься нужно так чтобы не калечиться а наоборот становиться только сильнее здоровее и как врач я вам желаю здоровья а как с тренер спортивных успехов всем пока